Всем привет и добро пожаловать обратно. А прямо сейчас давайте посмотрим, как мы можем выполнить функцию сохранения или опцию сохранения для нашей обратной оболочки. Итак, во-первых, позволь мне просто выйти из оболочки. Из нашего предыдущего видео у нас есть наша оболочка прямо здесь. Мы можем удалить эту оболочку, так как мы будем использовать другую после ее компиляции. Позволь мне просто удалить это. Хорошо, это не хочет удаляться. Да, значит, мы удалим его всего за несколько секунд. И прямо сейчас то, что мы хотим сделать, это создать нашу обратную оболочку или, простите, обратную оболочку пай. Здесь у нас есть все, что нам нужно на данный момент, и то, что мы хотим сделать прямо сейчас, это код. Та часть, где мы на самом деле будем выполнять постоянную работу в целевой системе. Теперь, прежде чем мы это сделаем, я хочу познакомить тебя с определенной частью Windows, называемой реестром. Теперь ты можешь войти в реестр Windows, перейдя в строку поиска, набрав «Выполнить», открыв «Запустить приложение» и введите «Раджедед запустить приложение». Как только ты нажмешь на «Раджедед», ты можешь нажать «Ок». Он предложит вам ввести пароль администратора, так как вы входите в редактор реестра. Если ты просто укажешь «Да», это откроет твой реестр. Как мы видим, реестр-то по сути сердце Windows. Здесь мы действительно можем создать раздел реестра, который фактически будет запускать нашу цель, или, простите, нашу заднюю дверь в Теоргат каждый раз, когда цель загружается. Итак, что мы хотим сделать, так это перейти к первому из всех. Позволь мне просто сказать следующее. Это то, что ты, вероятно, увидишь, как только откроешь реестр в первый раз. Итак, мы можем увидеть эти пять каталогов реестра. В настоящее время нас интересуют эти двое прямо здесь. Один из них — текущий пользователь HKEY, а другой — локальный компьютер HKEY. Теперь они оба будут выполнять для нас одну и ту же функцию. Если мы перейдем к текущему пользователю HKEY и создадим раздел реестра для нашего бэкдера в этой части, он будет запущен только после перезагрузки. Если пользователь войдет в ту же учетную запись. Теперь, если мы скопируем его на локальную машину HKEY, он запустит наш бэкдер независимо от того, под какой учетной записью пользователь войдет в систему. На данный момент, поскольку наша цель будет запускать это под учетной записью пользователя, а у нас нет прав администратора. Даже если мы добавим функцию для копирования или создания раздела реестра для нашего бэкдера на локальном компьютере HKEY, мы не сможем этого сделать, поскольку для этого требуются права администратора. На данный момент мы можем сделать постоянство только для нашего текущего пользователя HKEY. Это означает, что мы можем сделать сохранение только после того, как пользователь войдет в ту же учетную запись. Так что пока мы это сделаем. Если ты перейдешь к текущему пользователю HKEY, нажми на стрелку прямо здесь. Иди к программному обеспечению. Как мы видим, ты находишь программное обеспечение прямо здесь. Нажми на стрелку там внизу. Найди Microsoft. Нажми и там на стрелку. Прокрути вниз, и то, что ты хочешь найти, это окна. А в Windows ты хочешь найти текущую версию. Так, позволь мне просто показать тебе, как это выглядит. Значит, ты нашел Microsoft. Ты нажал на стрелку, прокрути вниз. Найди окна прямо здесь. Нашел текущую версию, и ты хотел найти папку запуска здесь. Все разделы реестра находятся здесь для файлов или программ, которые будут запускаться при запуске входа пользователя в систему. Итак, мы видим, что у нас уже есть некоторые из них, такие как CleanOwnDrip Steam и другие приложения по умолчанию, которые у большинства из нас есть на нашем ПК. Сейчас же, это также некоторая часть ПК, где будет находиться большинство вирусов и лазеек, если они у вас есть. И это также то место, где мы фактически установим раздел реестра для нашего собственного бэкдора. Но мы хотим сделать умную вещь, которая на самом деле переносит наш бэкдор первого в какой-то другой каталог, где пользователь его не найдет. А затем помещает раздел реестра для запуска бэкдора из этого другого каталога. Так, например, если цель закроет наш бэкдор в диспетчере задач, они могут просто удалить файл. Теперь я не совсем уверен, почему прямо сейчас. Возможно, потому что они не закрыли его. Хорошо. Так что позволь мне просто открыть мой диспетчер задач, чтобы я мог удалить эту обратную оболочку. Похоже, что процесс уже запущен по какой-то причине, и я не совсем уверен, почему, но на самом деле это не имеет значения. Мы просто найдем это прямо здесь. Закрой окончание этой задачи, и тогда мы сможем ее удалить. И вот как пользователь также сможет удалить его. Поэтому мы хотим убедиться, что скопировали обратную оболочку сразу после того, как они запустили ее в какой-то другой каталог. А затем мы хотим создать раздел реестра для этого другого каталога. Как ты можешь видеть, раздел реестра выглядит примерно так, ты вводишь ими, и оно задает путь к программе, которую ты хочешь запустить. Так что для этой программы, например, путь это C Program Files, а затем G Station X. Это программа, которая будет запускаться при запуске каждый раз, когда я вхожу в свою учетную запись Windows 10. Давай посмотрим, как мы сможем это сделать. Во-первых, мы хотим реализовать две разные библиотеки для Python. Одна из них это библиотека операционной системы, которую мы будем использовать для множества целей позже, и одна из них библиотека SIS. Теперь я покажу тебе, как ты можешь выполнить все это в следующем видео. На данный момент я просто хотел объяснить, что мы будем делать, чтобы в следующем видео, когда мы на самом деле все это закодируем, ты не запутался в том, что я делаю. Поэтому в следующем видео я также объясню каждому приложению, которое я делаю, что именно это означает. Так что я надеюсь увидеть тебя в следующем видео и береги себя. Всем привет и добро пожаловать обратно. А прямо сейчас давайте действительно начнем с кодирования части персистентности нашего бэкдера. Итак, первое, что мы хотим сделать, это импортировать две библиотеки в нашу обратную оболочку. Первая библиотека на самом деле является библиотекой операционной системы, так что мы уже использовали ее раньше. Как я показал тебе в основах Python, например, если ты хочешь очистить свой экран, тебе нужно импортировать в библиотеку операционной системы. Так что просто зайди в верхнюю часть своей программы Reverse Shell Pie и импортируй ОС. Следующая вещь, которую ты хочешь импортировать, это импорт шаттла. Теперь это библиотека, в которой мы будем использовать функцию, которая позволяет нам самостоятельно копировать файл, который мы запускаем, в другой каталог. Так, это тоже то, что мы хотим импортировать. И третья вещь, которую ты хочешь импортировать, это библиотека СИС. Так что импортируй СИС. Теперь нам понадобится библиотека СИС, чтобы использовать функцию Shuttle Copy File и скопировать наш файл в другой исполняемый файл. Сейчас я покажу тебе, что я имею в виду, так что просто пока импортируйте эти три библиотеки и давайте прокрутим вниз до начала нашей программы. Теперь то, что ты хочешь, где ты хочешь закодировать. Это в самом начале. Итак, мы хотим выполнить этот тип самостоятельного создания файла и создания раздела реестра еще до того, как мы фактически выполним функцию подключения. Итак, что мы хотим сделать, так это создать переменную с именем Location для Sol Location Equals. Что мы сделаем прямо сейчас, так это создадим место, где можно будет самостоятельно копировать или по сути сделать копию нашего бэкдера в какой каталог. Значит, мы будем использовать каталог данных приложения. Причина, по которой мы используем данные приложения, или как мы хотим называть это каталогом, заключается в том, что это скрытый каталог, который большинство пользователей даже не могут найти. Итак, для того, чтобы ты мог перейти к нему, ты просто открываешь свою командную строку. Убедись, что ты на своем счету. Не будь на рабочем столе или где-то в этом роде. Просто вернись в каталог своей учетной записи, а затем ты можешь просто перейти к данным приложения, и там у тебя есть три других каталога, Local, Local, Lowly, Roman. Теперь мы будем копировать наш файл в перемещаемый каталог, который также является скрытым каталогом. Упс. Так что компакт-диск в роуминге. И прямо здесь у нас будет наше досье. Так это и есть справочник. Позволь мне просто показать тебе немного лучше, куда мы будем копировать файл. Значит, это будет наше местоположение с копированного бэкдера. Так что давай начнем кодировать это прямо сейчас. Библиотека операционной системы позволяет нам фактически указывать этот путь на любом компьютере, на котором мы запускаем это. Так это означает, что, например, ты не будешь знать, как называется твоя целевая учетная запись. Значит, ты не сможешь на самом деле указать сам путь в своем коде. Тебе нужно будет указать функцию, которая позволяет нам фактически изменять эту часть учетной записи на любом компьютере, на котором мы запускаем это. Теперь я имею в виду, что кто бы не запускал это на своем ПК с Windows, мы сможем выполнить эту функцию, поскольку среда операционной системы. А затем открытые данные приложения сами вернут нам путь к этой папке, в эту перемещаемую папку. Ну и что? Все, что нам нужно сделать прямо сейчас для определения местоположения, это добавить имя нашего файла. Теперь тебе не нужно называть файл так же, как файл, который ты будешь компилировать. Позволь мне просто найти этот тип косой черты, а не обратную косую черту. Ты хочешь нанести удар вперед, ты хочешь использовать косую черту вперед. Набери две косые черты, а затем ты ведешь имя своего файла. Ты можешь называть это как хочешь, так что мы можем назвать это бэгдером, чтобы мы знали, что это наш бэгдер. Конечно, если ты запускаешь это на реальной цели, не называй это бэгдером. Это будет слишком очевидно, и все, что тебе нужно сделать, это добавить датекс. Теперь этот файл прямо здесь. Как только вы закроете двойные кавычки, вы создадите местоположение или по сути передадите путь к местоположению роуминга с помощью нашего бэгдор датекс. Так что после того, как мы скопируем, если мы наберем там в том же каталоге, который мы набрали там раньше, у нас будет бэгдор датекс в этом каталоге прямо здесь. И у тебя также будет бэгдор датекс в твоем каталоге прямо здесь. Просто этот путь прямо здесь будет другим. Это будет имя твоей учетной записи Windows 10, но все остальное будет таким. Итак, прямо сейчас, когда мы создали местоположение, мы хотим фактически выполнить копирование, копирование нашего файла. Так как же мы это сделаем? Мы на самом деле делаем это с помощью Shuttle.SowShuttle.CopyFile. И позволь мне просто сделать пробел, чтобы ты действительно мог отделить эту часть кода от этого. Итак, файл копирования точек, это функция, которую мы будем использовать. И то, что мы будем использовать, это расположение точки и запятой. Эта функция прямо здесь будет выполнять копирование нашего исполняемого файла, который является нашим обращением к местоположению, которое мы указали под этим именем. Так, например, если наш исполняемый файл после того, как мы его скомпилируем, называется ReverseX, и они его запускают, помещают его на рабочий стол и запускают. Он сразу же сделает копию той же программы в папку перемещения данных приложения с именем BackdoorX, и только после этого он выполнит подключение. Итак, что мы хотим сделать сразу после этого, это в основном выполнить создание раздела реестра для нашего файла. Чтобы его можно было запускать каждый раз, когда пользователь запускает свой компьютер, и входит в 2Z2, и входит в свою учетную запись пользователя Windows. Итак, мы будем использовать библиотеку подпроцессов, которую мы уже импортировали. Говорит, что мы прямо здесь видим, что мы используем библиотеку подпроцессов для другого типа вещей. Прямо сейчас мы хотим ввести здесь вызов подпроцесса, и мы хотим вызвать команду, которая фактически создаст раздел реестра. Теперь это команда, которую ты можешь запустить в командной строке. Итак, мы укажем ту же команду по тому же пути, по которому мы хотим сохранить наш раздел реестра. Итак, мы хотим ввести здесь. Record сейчас я набираю прямо здесь. Это в основном просто синтексис для добавления раздела реестра, так что просто следуйте за мной. Так что добавь ХК. Теперь этот ХК в основном обозначает текущего пользователя ХК. Итак, мы прямо сейчас указываем путь. Итак, мы хотим ввести косую черту вперед, а затем программное обеспечение. Я считаю, что в первую очередь это программное обеспечение верно, так что ХК-софтвер, а затем Майкрософт. Так что слэш Майкрософт, переслать слэш Упс Майкрософт, а затем переслать слэш еще раз, и давайте посмотрим, что будет дальше. Значит, после Майкрософт следующая вещь Windows. А затем после Windows мы хотим указать текущую версию. Так что слэш Windows, а затем переслать слэш текущей версии, а затем, я полагаю, будет запущена следующая версия. Итак, все, что нам нужно указать, это еще один, который является папкой запуска прямо здесь, где мы будем хранить наш раздел реестра. Так что выполняй слэш. И сразу после этого мы хотим выполнить обратный слэш. Так что V. Это будет имя нашего раздела реестра. Мы тоже можем назвать это бэкдером. Так что давай назовем это бэкдером. Это тип, так что тряпичное подчеркивание. Как мы можем видеть прямо здесь, это. Это то, что мы указываем с именем раздела реестра. Итак, у нас будет имя бэкдера прямо здесь, и тип будет таким же, как и у других типов. Так что подчеркни SZ и прямо сейчас то, что мы хотим указать впоследствии, если это часть данных, или в основном та часть, где мы указываем путь к нашему бэкдеру, который мы самостоятельно скопировали в папку перемещения данных приложения. Так давай же сделаем и это. Мы должны сделать это с помощью команды слэш ди, а затем то, что мы хотим указать, на самом деле является двойными кавычками. Почему мы указываем двойные кавычки? Потому что прямо сейчас мы добавим строку в эту команду. Если мы укажем только одну кавычку, это уже будет наша строка. Это уже закроет наш первый апостроф прямо здесь. Так что мы не хотим этого делать. Мы хотим прямо сейчас добавить двойные кавычки, а затем одинарную кавычку, которая закроет этот апостроф. А затем мы хотим добавить плюс лоукейшн, который является местоположением нашего пути. Итак, местоположение, а затем плюс одинарная кавычка, двойные кавычки, одинарная кавычка. То, что мы сделали с этим, в основном прямо здесь. Как ты можешь видеть, нам пришлось смешать, чтобы использовать смесь одинарных и двойных кавычек, чтобы правильно указать команду. Так что все, что нам нужно сделать прямо сейчас, это ввести здесь запятую, а затем shell равно true. Закрой наши скобки, и на этом все должно закончиться. Теперь shell equals true, это то же самое, что и в этой части прямо здесь, так что мы можем видеть, что мы также используем ту же библиотеку под процессор. И прямо сейчас, если мы запустим это на целевом компьютере, он должен создать раздел реестра под названием Backdoor с типом REC-Z с расположением X-файла Backdoor, который мы скопировали в нашу папку данных приложения. Итак, есть еще одна вещь, которую нам нужно сделать, прежде чем мы действительно скомпилируем это и запустим. Что мы хотим сделать, так это на самом деле проверить, существует ли это место уже. Так, например, допустим, вы запускаете это в первый раз на целевом компьютере, и они создают, а затем происходит вся эта часть этого кода. Итак, мы копируем файл в данные приложения, а затем добавляем раздел реестра. Но давайте предположим, что они перезагрузят компьютер еще раз, и они снова будут выполнять ту же функцию. Значит, они добавят еще один раздел реестра. Они будут выполнять ту же часть прямо здесь с копированием файла. Мы не хотим этого делать. Мы хотим сделать это только в первый раз, когда они запустят программу. На самом деле нет смысла делать это снова после каждой перезагрузки и после каждого запуска программы. Итак, то, что мы хотим сделать, это после определения местоположения. Поскольку это переменная, нам не нужно ставить ее прямо здесь. Мы будем использовать что-то под названием «Если не сейчас». Если нет, это в основном то же самое, что если бы прямо сейчас. Мы уточним, есть ли путь. Если этот путь прямо здесь не существует, это означает, что программа запускается в первый раз. Поскольку этот путь существует, это означает, что программа уже была запущена раньше, и программа выполнила эти две функции. Поскольку этот путь действительно существует, но если он не существует, что мы проверим с помощью функции us.pass, точка существует. А затем мы хотим указать, какой путь является путем к местоположению. Упс. А потом мы поставим две точки прямо здесь. И тогда, если путь не существует, это означает, что мы запускаем его в первый раз. Итак, мы хотим выполнить копирование в папку данных приложения, и мы хотим выполнить добавление нашего раздела реестра. Если он действительно существует, он просто пропустит этот код прямо здесь, и сразу перейдет к созданию сокета, а затем к выполнению соединения. Давай посмотрим, как это сработает, если мы просто сохраним это прямо сейчас. Ctrl-A для сохранения, введите Ctrl-X для выхода, и давайте выполним компиляцию. Еще раз, позволь мне просто найти команду из предыдущего видео. Вот оно. Итак, VineRoot, а затем путь к установщику Pi, ReverseShellPi, один файл и никакой консоли. Я нажимаю здесь Enter, чтобы мы могли скомпилировать нашу программу. Мы ждем завершения компиляции, а затем, когда она закончится, мы скопируем ее еще раз. Так, давай добавим наш USB-накопитель. Мне сначала нужно удалить предыдущую обратную оболочку из этой папки, так что позвольте мне просто удалить это прямо здесь. Так что я должен открыть в терминале, и я удалю обратный X-файл оболочки из предыдущего видео. Хорошо. Так что прямо сейчас я тоже могу закрыть это дело. Прямо сейчас мы хотим перейти к нашему этому каталогу прямо здесь. Упс. И мы хотим переместить, как обычно, наш обратный X-файл оболочки в корень носителя, а затем имя вашего USB-накопителя. Мы копируем его туда, а затем мы можем удалить все ненужные вещи, такие как эта сборка и спецификация. Итак, то, что мы хотим сделать прямо сейчас, это то же самое, что и раньше. Так что отсоедини USB-накопитель, открой его на своем компьютере с Windows, вставьте обратную оболочку на рабочий стол, а затем запустите обратную оболочку прямо сейчас. Прямо сейчас ты можешь видеть, что он запускает обратную оболочку, значит все прошло хорошо. Теперь мы можем запустить наш сервер и прослушивать входящие соединения. Теперь, поскольку мы знаем, что наша обратная оболочка пытается подключиться каждые 20 секунд, мы должны быть готовы к работе примерно за 20 секунд или меньше. Как мы видим, мы уже выполнили подключение, и все выглядит так же, но прямо сейчас мы хотим проверить, сработало ли автоматическое копирование файлов, а также успешно ли мы создали раздел реестра для этого файла. Так что прямо сейчас, если я перейду на командный фронт, мы увидим, что я все еще нахожусь в том же каталоге. Здесь нет Backdara.ex, так как мы этого не делали с тех пор, как я запустил эту их команду перед фактическим запуском программы. И если мы наберем там еще раз прямо здесь и сейчас, ты увидишь, что у нас есть новый файл под названием Backdara.ex, который имеет тот же размер, что и наша обратная оболочка. Поскольку это один и тот же файл, мы просто скопировали его в этот каталог. Но также мы хотим убедиться, что раздел реестра успешно создан для этого пути прямо здесь. Итак, если мы перейдем прямо сюда, нажмем F5, чтобы обновить, мы увидим, что добавлен новый раздел реестра, который называется Backdoor, который указывает на путь перемещения данных приложения пользователя, а затем Backdoor TXT, так что прямо сейчас мы знаем, что это работает успешно. Теперь каждый раз, когда пользователь перезагружает свой компьютер, их Backdoor будет запускаться при запуске или при входе в свою учетную запись, и они будут выполнять подключение каждые 20 секунд. Так это означает, что мы можем успешно подключиться к их компьютеру, когда захотим, после того, как они перезагрузят файл столько раз, сколько захотят. Так что прямо сейчас, если они, например, давай прекратим это. А если они, например, даже удалят эту обратную оболочку прямо здесь, которая по какой-то причине снова не хочет удаляться. Так что нам придется исправить и это. Так давай закроем это в нашем диспетчере задач. Они, например, заметили, что эта обратная оболочка ничего не открыла, и они думают, что это не работающая программа. Они удаляют это прямо здесь, а потом думают, что все в порядке. Так, но мы знаем, что у нас все еще есть Backdoor TXT в нашей перемещаемой папке, и что у нас также есть раздел реестра для его запуска при запуске. Так что теперь мы сможем подключиться даже после того, как они перезагрузятся и удалят файл. Так что это будет примерно то же самое для этого видео. Я надеюсь, тебе понравилось, и я надеюсь, что увижу тебя в следующем фильме.